Привет с вас, дорогие друзья! С вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы вновь с вами находимся на коттедже поселки Морской, куда уже не один раз приезжает наш главный специалист по надзору за строительством Николай Амбросевич. Хочу у него сегодня спросить несколько вопросов. Николай Амбросевич, здравствуйте! Здравствуйте! Очень рад вас здесь видеть. Как вы приезжаете, здесь начинается сразу движение. Бурно, быстро и качественно. Скажите, на сегодняшний момент по улице Солнечной, все ли идет у нас по плану? Есть ли какие-то задержки по сдаче домов? И как выдерживаются все ГОСТы, что вы сказали выдерживать? Ну, мой приезд никогда не создавал здесь никаких усилений строительства никогда. Просто идет нормальная электричная работа на объекте. Мало того, что вот эта улица не планировала сдачу, сейчас планируется сдача всего. Потому что возрос спрос на эти дома. Строительство идет, ну, с опережающими темпами, ничего не могу сказать. Строится очень хорошо, очень качественно. Надзор, который я осуществляю, на сегодняшний день есть замечания, но очень небольшие. Они моментально устраняются. Ну, во всяком случае, я доволен строительством. Вот. И специалисты хорошие. Мало того, что они выдерживают все нормы, они еще строят срок. Единственное, может быть, оттяжка срока строительства, только пожелание заказчика. А так, пока у нас никаких нареканий по сдаче домов и объектов не было, наверное, и не будет. Мы успеваем делать все. Николай Иванович, такой вопрос. Возможно ли сделать какой-то дальнейший этап строительства, залить бетон, поставить стены, перекрытие, если бы вы не одобрили на данном участке? Значит, я хочу сказать, не просто не одобрил. Те работы, которые выполнены с нарушением статильных норм и правил, они даже к оплате не допускаются. Значит, работы должны быть переделаны 100% за счет виновных. И уже не один, были такие случаи, что некоторые рабочие относились, как говорится, к халатам. Они говорят, что там были большие нарушения, а не большие. Но все они устранялись за счет виновных. То есть они были наказаны еще и материально. Но таких сильных, больших нарушений у нас нет. А чтобы все виделось в рамках положенного, соблюдались все нормы, поэтому мы держим руку на пульте. И не дай бог, кто-то что-то сделал не так, сразу он не знает, что человек будет за свой счет это все устранять. Поэтому это очень показательно и доступно для всех остальных. Ну, я говорю, слава богу, у нас таких пока никаких больших нарушений нет. Но я думаю, что и не будет. Потому что люди сюда приехали издалека, хотят заработать деньги. Дай бог им здоровья, пускай зарабатывают. Мы дали им возможность заработать деньги. Они делают доброе дело, они застают людям жилье. А мы стараемся, чтобы это жилье было качественно и построено в строк. Вот наша задача. Николай Иванович, чтобы маленько развеять все сомнения, кто вы, что вы, как вы, какой стаж у вас работы именно в строительстве? С 1976 года. 43 года. 43 года. Вы уже полностью занимаетесь стройкой? Полностью, да. Полностью. Начинают инженеры и кончая начальником строительного управления. Поэтому все, что творится в строительстве, для меня это не много. За качеством полностью дома, за все узлы, за все-все-все отвечаете вы непосредственно так, как принимаете полностью все узлы под сдачу именно лично вам. За все, что строится, несу ответственность я вместе с прорабом. Но я хочу сказать, что если даже что-то было бы неисправлено, прорабы тоже у нас очень грамотные специалисты, они принимают действенное участие во всем. Если небольшие замечания есть, я прихожу, подсказываю, их устраняют. И практически у нас нареканий нет. Я почему задал этот вопрос, для того, чтобы зрители могли понимать не то, что у нас строится дом и как бы он идет самотеком. Я хотел дать такое понять, что у нас есть ответственные люди, с которых мы в принципе спрашиваем, на планерках мы размышляем и советуемся, как правильно поступать, сделать и идти дальше по этапу. Поэтому я говорю, что у вас все это под контролем, все отслеживайте. То, что домов здесь строительства много, на все хватает время, все хватает посмотреть, уследить, выявить, если есть какие-то неполадки и устранить их. Правильно я понимаю? Да, у нас не просто контроль, у нас очень жесткий контроль. Почему не просто говорю контроль? Потому что сейчас мы наладили вопрос исполнительной документации. На каждой виду работы мы сделаем исполнительную документацию, дают акты с этой работы, иначе работы не принимаются. То есть человек, который приобретает здесь жилье, получает на руки пакет документов, где четко написано, из чего сделано, что положено, как называется тот или иной материал. Это набор документов, где указано, из чего выполнено здание, из каких материалов, и что эти все материалы имеют сертификаты качества. То есть все сделано добротно и качественно. Вот это все, и там, и к вам этого указываются те работы, которые человек не видит, вот скрытая работа. А в этой работе указывают, где что заложено, какой материал, и какая у него характеристика. То есть человек не покупает кота в мешке, он открывает перечень документов и смотрит, из чего у него сделано. Не просто смотрит, что он еще сделан дома, он знает, что у него это все проверит специалист, поэтому у него никаких сомнений в качестве дома нет. Мы работаем открыто, мы ни от кого ничего не скрываем, поэтому рады, приходите, смотрите, у нас все наглядно, все доступно. Еще хочу добавить, значит, у нас здесь очень сейсмоопасный район. Ну, наверное, тут видно на съемке, что мы везде учитываем сейсмику строительства, обязательно. То есть все нормативы по сейсмике мы учитываем, так что люди могут жить спокойно. Все, что требуется по СНИП, мы выполняем. Так что живите долгие годы счастливы. Хорошо, спасибо вам, Николай Амбручевич. С нами был Николай Амбручевич, ведущий специалист в качестве надзора за строительством нашей компании. Всем пока, до новых встреч. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа».